Доброго времени суток всем. В стране сейчас кризис, все ждут перемен, говорят, переживут. Если бы я был президентом России, то для наших граждан я бы написал вот такое обращение. Я так думаю. Иногда я слышу утверждение, что против нашей страны весь мир опоучился. И мы вынуждены защищаться и развивать оборонную промышленность. Для защиты наших богатых ресурсами земель и безопасности наших семей, безусловно, нам требуется армия и постоянное развитие оборонного комплекса. Сколько людей и какая часть наших экономических мощностей должна быть задействована для обеспечения безопасности страны? Если все 100% населения займутся военным делом, нам придется с кем-то воевать, чтобы себя обеспечить. Либо продавать нашу военную технику другим государствам и самим еще активнее развивать военные технологии, чтобы порождать новый спрос у других государств на оборонную продукцию. Усиленное вооружение наших соседей вынудит и нас срочно наращивать военную мощь. А если мы становимся самой вооруженной страной в мире, кто станет самым страшным соседом на земле? Неудивительно, что против нас все западные СМИ, ведь Россия больше всего гордится своим оружием. Самый хороший сосед тот, с которым я могу обменяться товаром, с которым я не опасаюсь за себя и свою семью. Россия импортирует сельхозпродукцию при изобилии пахотных земель. Станки и бытовую технику мы также покупаем за рубежом. Нефть, лес, газ – это единственное, что наша страна может предложить соседям. Россия сейчас представляет себя вооруженного богатого соседа, имеющего нефть и газ. А теперь вопрос. Как бы вы отнеслись к соседу, вооруженному нефтяному олигарху? Не дай бог вам от такого зависеть. Когда наша страна обеспечит себя здоровой едой, натуральной одеждой, а не синтетикой. Когда мы объединимся, и наше производство заработает в полную мощь. И каждый из нас вложится в развитие экономики, насколько может. Окажет поддержку друг другу по мере сил. Когда станем добрее друг другу и терпимее, начнем больше доверять друг другу. Только тогда доход каждого из нас и наш общий, вместе взятый, начнет расти. И все мы займем место под солнцем. Россия – страна с богатой историей. И мы должны стать примером для всего мира. Когда в нашей стране начнут восхвалять наших современных ученых, изобретателей и их изобретения, у западного мира появится потребность в наших умах и в нашей продукции. Мы должны завалить запад хлебом и изобретениями. Изобретите новый велосипед. Сотворите нечто, чего еще не было. Попробуйте новые методы работы, которые кроме вас больше никто пока не делает. Проведите тысячи провальных экспериментов, чтобы создать что-то новое, что изменит мир. Дайте себе право ступиться, чтобы подняться еще выше к своей вершине. Помогайте расти друзьям и коллегам. Отдавая деньги, инвестируйте их в развитие лучших отечественных производств. Я вижу это единственным сценарием и единственным возможным путем по улучшению экономической ситуации в нашей стране. Единственный способ выхода из кризиса. Будьте здоровы!